Храм Богоявления Господня. Такое название будет носить это культовое сооружение. Первый камень здания был торжественно заложен возле Чевнореченского водохранилища представителями духовенства. Располагаться здесь храм Богоявления будет для того, чтобы вода для севастопольцев всегда была чистой. Праздник Крещения Господня или Богоявления называется и Днём Просвещения, и Праздником Святов. Иисус Христос в этот день дарует благодать водой, уверяют священники. Храм, который заложили рядом с Чевнореченским водохранилищем, планируется осветить как раз 19 января. Именно в этот день вода приобретает чудотворные свойства, считают верующие. На не случайности выбора места, откуда тысячи жителей города получают воду, акцентировал внимание и митрополит Симферопольский Крымский Лазарь. Господь наш Иисус Христос сказал, кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовеку. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Закладывая на этом значимом для Севастополя месте храм, мы молимся, чтобы Спаситель не оставлял нас, но изобильно подавал нам живую воду. Представители духовенства провели сегодня освящение будущего храма Богоявления Господня и заложили в его основание первый камень. В церемонии освящения сооружения принял участие и директор Севгорводоканала Николай Перегуда. Он отметил, что сооружение возводится на средства сотрудников предприятия и жителей Байдарской долины. Это будет деревянный, красивый, сруб большой, которого здесь все ждут в этом районе. Потому что ближайшее село, только в Ролином есть храм, где могут прийти православные помолиться. Я думаю, храм будет однозначно доступен всем жителям Байдарской долины и всем проезжающим, всем туристам, всем-всем-всем, для того, чтобы могли зайти, помолиться, поставить свечи. Не смог директор Севгорводоканала и обойти тему аномальной погоды, которая была в городе последние два дня. Благодаря обильным дождям Чорно-Реченское водохранилище пополнилось на 300 тысяч кубических метров и составляет сейчас почти 13 миллионов кубов воды. Святослав Данилов, Денис Корвель, программа «Наше время».